На строительной площадке пятой школы продолжается утепление фасада здания. Уже произведено витражное остекление двух вставок с лицевой стороны строящегося объекта. С обратной стороны пятой школы продолжаются монолитные работы в будущем спортивном зале. Строители возводят стены раздевалок. Накануне на стройплощадки пятой школы в очередной раз лично побывал глава города Сергей Бурдыгин. Представитель инвестора рассказывает о ходе строительства. Последний блок, четвертый, у нас идет к завершению, сложный. Это там, где у нас будет спортивный зал. Последние работы завершаются там. Монолитные работы мы заканчиваем буквально в ближайшее время. Переходим. Два варианта. Либо вовнутрь выполняем все внутренние работы, либо занимаемся благоустройством. Вместе с главой города Сергеем Бурдыгином на стройплощадку приехал руководитель управления организации строительства Илья Миклин. Он рассказал о некотором отставании от графика производства работ. Зима у нас была очень холодная. И мы бетонную работу прекращали ввиду низких температур. Сейчас будем усиливаться. По бетонным работам чуть-чуть отстоял от графика. Но я думаю, что к июлю месяца мы все наверстаем, и уже школа будет стоять под кровлей. Об этом не сомневается и глава города Сергей Бурдыгин. Ведь пятая школа – значимый для Губкинского социальный объект, который находится на особом контроле местных и окружных властей. И подрядчик нацелен на результат работы, и заказчик, и администрация города – все заинтересованы в этом объекте. Поэтому на сегодняшний день около 40 человек работает на стройке. Монтируется вентиляция, монтируется электрика, слаботочная проводка. Бетонные работы возобновились. Все вопросы, возникающие по ходу строительства, решаются в рабочем порядке. За качеством выполнения работ следят специалисты Управления организации строительства и строительного надзора. Замечания «Семилки» устраняются вовремя и качественно устраняются. Но все равно, что когда глаз замыливается, одно и то же смотришь, а когда кураторы приходят на надзор, показывают недостатки замечаний, они сразу устраняются. В целом по школе замечаний больших вообще нет. Еженедельные совещания на строительном объекте и регулярный контроль выполненных работ позволяют оперативно решать возникающие вопросы. Екатерина Склева, Илья Квасов, Новости Губкинского.